Всем привет, на связи обучающая платформа Mambu. Очень часто мне задают вопрос, а сколько же зарабатывает Android разработчик? Да, в целом вопросы касательно зарабатков не только мобильного разработчика, но и программиста в целом, это очень популярные запросы, которые очень сильно волнуют всех. Также зачастую задают вопросы серии, что должен знать Android разработчик. При этом думают лишь о технической стороне этого вопроса и теряют важную часть деятельности разработчика в целом, а незнание этой стороны этого вопроса может нанести очень большой вред не только вашему здоровью, но и жизни в целом. Наиболее вернее задать вопрос, не сколько зарабатывает разработчик, а что может заработать разработчик. Это наиболее корректный вопрос, ответ на который даст вам полную картину. Учитывая все минусы этой деятельности, вы сможете взвесить последствия деятельности программиста и уровень заработка и навсегда понять для себя стоит заниматься этим или нет, или может быть выбрать другую модель деятельности разработчика. Не работа в офисе, а может быть даже работа на себя для создания собственных проектов. Но если вам нравится разрабатывать мобильные приложения и вы не видите свою жизнь по-другому, тогда в этом видео я вам дам несколько советов о том, как бороться со всеми минусами результатов деятельности разработчика и иметь свое очень крепкое здоровье. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Что же может заработать разработчик? Несмотря на уровень дохода, разработчик может заработать остеохондроз шеи, спины, грудного отдела, плохое зрение, грыжу шеи и спины и ряд других заболеваний. Большинство этих болезней будет проявляться в виде головных болей, головокружений, анемением рук и ног, предобморочным состоянием, повышением давления и ухудшением работы сердца. Но не бойтесь, я расскажу вам, что делать, ведь я через некоторое из этого всего прошел. Расскажу я вам о своей истории кратко, и вы поймете, почему я знаю, о чем я говорю. Это началось в октябре 2020 года. В течение года до этого я целыми днями безвылазно с утра до вечера разрабатывал мобильное приложение и продолжал развивать свои скиллы андроид-разработчика. Целыми днями сидел за компьютером, при этом того не подозревая, нанося вред своему организму. В итоге, как результат, все это вылилось к предобморочному состоянию, головокружениям, вялости и неустойчивой походке. Возникли проблемы с тем, чтобы даже дойти до магазина. И болела шея и спина, затем стало даже невозможно сидеть за компьютером, мог только лежать, было учащенное сердцебиение и высокое давление. И как результат, я начал свое лечение и со стороны медицины, и со стороны ортопедической линии. Выход из такой тяжелой ситуации у меня занял примерно 9 месяцев. И сейчас эта ситуация стала стабильной, но я все равно продолжаю комплект лечебных процедур, а некоторые процедуры буду делать вообще пожизненно. Все это лечение уже вылилось мне в 2000 евро. Сейчас я вам расскажу, что нужно делать, чтобы этого не случилось с вами. И в конце видео я предоставлю подробный отчет о своих расходах. Но сразу скажу, если вы работаете на наемном труде в компании, то есть на начальника, то не все будет вам доступно. Поэтому это лишний способ задуматься о том, что может стоит прекратить работать на чужие интересы, а заняться своими, жить и жить в свое удовольствие. Совет первый. Не работайте за компьютером больше, чем полтора часа подряд. Делайте перерыв. То есть смотрите, вы работаете за компьютером час или полтора, после этого хотя бы 30 минут, а лучше час отдохните и не сидите за компьютером. И тут в дело вступает мой второй совет. Делайте гимнастику для шеи. Смотрите, встали возле стола и делайте круговые движения плечами. Вперед 20 раз и назад 20 раз. Затем поприседайте 15 раз. После этого сделайте вторую гимнастику для шеи. Ссылка на вторую гимнастику будет под видео. После этого опять круговое вращение плечами вперед и назад. Также можете сделать по 20 раз. Затем снова 15 раз поприседайте. После этого ляжьте на кровать или на мягкий пол и повращайте свое тело. То есть поперекачивайтесь слева направо и справа налево, при этом чтобы участвовала шея. Не сильно, конечно, но чтобы она участвовала, не отдыхала. И в одну и в другую сторону так переворачивайтесь раз по 35. После такой гимнастики немного походите по помещению минут 5, а затем снова можно приступать к работе. Совет 3. Расположение головы. Когда работаете за компьютером, сделайте так, чтобы экран был на уровне глаз. Чтобы голова не была опущена вниз. Шею вниз держать нельзя. Так как это нарушает состояние сосудов, по которым примыкает кровь к головному мозгу. И они искажаются. И в связи с этим может даже развиваться инсульт. И кстати, еще такой очень важный вариант. Важное замечание. Когда вы лежите, вы резко никогда не вставаете. Сначала поднимите спину. Посидите на кровати. Потом только ноги опустите. И потом только вставайте. Резко вставать никогда нельзя. И вообще никогда не делайте резких движений. Исполнение вот этих всех трех советов. Исполнение вот этих первых советов. Исключат развитие остеохондроза шеи. И возникновение грыжи на ней. Также вы исключите шанс возникновения инсульта. У меня конечно не было грыжи. Я начал заниматься этим довольно таки на начальной стадии. Поэтому в принципе пришлось всего плохого избежать. Совет четвертый. Он кстати поможет вам также похудеть. После приема пищи ни в коем случае не ложитесь. А наоборот идите на прогулку. Например прогулка после завтрака 1 километр. После обеда 1 километр. И после ужина 1 километр. Это укрепит ваше здоровье, сердце, спину. И также позволит вам похудеть. Но с учетом правильного питания конечно. Кстати говоря когда я в октябре заболел. Я весил примерно 103 килограмма. При росте 185 сантиметров. Сейчас при том же росте мой вес примерно 79-80 килограммов. Я похудел и чувствую себя в 100 раз лучше. Также было бы неплохо походить в бассейн. Хотя бы 2 раза в неделю. Это улучшит эффект от гимнастики и прогулок для организма в целом. Совет номер 5. Хотя бы раз в месяц ходите на массаж. Только всего тела. Чтобы отмассажировали ноги, спину, грудную клетку, обязательно живот, шею и лицо. Хотя скорее всего если вы никогда не ходили до этого на массаж. Вам придется первые полгода ходить раз в неделю. Это по деньгам очень накладно. И в конце видео я расскажу сколько все это мне обошлось. Ну и конечно держите осанку и шею. Не забывайте об этом. Совет номер 6. То есть используйте ортопедические материалы. Для того чтобы не травмировать шею во время сна. Приобретите ортопедическую подушку. Но только в медицинских ортопедических салонах. А не в интернет магазинах. Для выбора вам нужно прийти в салон и полежать на ней. И понять подходит она вам или нет. Плюс ее должны померить вам по вашим плечам. Скорее всего проблемы с шеей начались из-за искривления позвоночника. А он начался из-за проблем со ступнями. Поэтому возможно вам также придется установить индивидуальные ортопедические стельки. Именно установить нужно чтобы вам врач их сделал. Ну и если у вас проблемы с шеей. То в транспорте придется ездить в шейном воротнике. Без этого никуда. Вообще если у вас возникли такие проблемы. То приготовьтесь раскошелиться. Без этого также никуда. И это еще одна причина задуматься. Стоит ли работать на чужие интересы и гробить свое здоровье. Или может стоит заняться чем-то своим. В щадящем режиме для своего здоровья. И поддерживать свое состояние. Проходите ежегодное обследование. Я советую раз в год ходить к кардиологу и неврологу. Для отслеживания состояния сердца, спины, шеи и сосудов. Раз в два года нужно будет делать МРТ головного мозга, МРТ шеи, МРТ вен шеи. А также делать УЗИ сосудов шеи. Но лучше это все делать раз в год. Это необходимо для исключения развития болезней. У меня лишь МРТ вен шеи показал отклонение. В остальных всех анализах было все хорошо. Лучше первый раз понервничать. Зато будете знать, что у вас все хорошо. А затем ежегодно проходить обследование. И знать также, что у вас все более или менее. Потому что если в таком режиме у вас что-то найдут. То это будет очень даже на начальной стадии. И можно будет обойтись легкими способами лечения. Как вы могли понять, лучше не доводить до такого результата. Потому что в лучшем случае это дорого. Давайте я прикину, сколько все это мне обошлось. Смотрите. На массаж с октября по март я ходил каждую неделю. Это вышло по 24 сеанса. А затем мне выровняли спину. Я ходил один раз в апреле, один раз в мае. Но вот в июне пропустил. Нужно идти сейчас. Это у меня вышло 26 сеансов. Стоимость одного сеанса 3500 рублей. И в итоге за массаж я отдал 91 тысячу рублей. И именно массаж мне помог убрать обострение болезни. Но я не полностью вылечился тогда. Плюс лекарства по рекомендации массажиста мне обошлись еще примерно в 10 тысяч рублей. Там неврологические средства. И также были капсулы для желудка. Кстати, после 6 месяцев без результатного лечения я сменил врача. Потому что массаж массажиста давал результат. Но со стороны медицины ничего не двигалось. И врач мне не внушал доверия. Поэтому я его сменил. Я сделал МРТ головного мозга, МРТ шеи, МРТ вен шеи и УЗИ сосудов шеи. Это обошлось в 9700 рублей. Плюс дал кровь. Это еще 1500 рублей. МРТ вен шеи показал, что не в порядке. И врач поставил мне лечение. Мне назначили одномесячное лечение через уколы и капельницы. Я отдал где-то со стоимостью лекарств. В районе 32 тысяч рублей. Сейчас в конце июня меня в нормальном стабильном состоянии перевели на лечение уже на таблетки до осени. Также я приобретал ортопедическую подушку. 3500 рублей. Шейный воротник за 900 рублей. И ортопедические селики также 3500 рублей. И это у меня было еще не запущенная, а легкая форма. Итого все лечение обошлось мне примерно в 162 тысячи рублей. Так же, так как я особо далеко не мог ходить, так же можно смело прибавлять к расходам в районе 25 тысяч рублей. Это были расходы на такси. Итого примерно получаются мои расходы на лечение 187 тысяч рублей. Хотя я думаю, что на такси я потратил минимум в 2 раза больше. Ну да ладно. Итого по курсу евро на сегодняшний день лечение обошлось мне в 2147 евро. А теперь подумайте, можно ли бы было этого избежать. Да, конечно можно, если следовать всем этим советам. Делать перерывы между работой и работать более 6-8 часов. Делать гимнастику, прогулки, правильно питаться, ходить на массаж, пользоваться ортопедическими средствами. А теперь еще подумайте, вы наемный работник и у вас возникла такая ситуация, при которой вы не можете работать 9 месяцев. Будет ли вас держать работодатель в русскоязычной стране за свой счет все это время? Да и скорее всего он у вас уволит. И где брать деньги? Хорошо, на первые месяцы вам и хватит, а потом? Ну ладно, это еще полбеды. А теперь задумайтесь, стоит доводить себя до такого состояния из-за чужих интересов, работая на работодателя? Вообще рисковать своим здоровьем? Вот здесь стоит задуматься также о том, стоило ли работать на другого человека, или может стоит заняться своей жизнью, сделать себе подушку с безопасным накоплением в случае чего. Но это лишь мой взгляд на жизнь. Самое главное, что вы должны вынести из этого видео, это мысль о том, что стоит заняться своим здоровьем и перестать его гробить. Мне никто не подсказал, как это сделать. Я надеюсь, что в своем видео я помогу кому-то сохранить здоровье, а может быть и жизнь. Будьте здоровы и никогда не тратьте свое здоровье и время, а также силы на других людей. Лучше займитесь своей жизнью. С вами был новый проект Мабу. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok